Итак, всем добрый день. Зовут меня Александр Котин, я аналитик и преподаватель официального партнера Альпари в Екатеринбурге. Мой семинар называется «Психология трейдинга. Что вам мешает зарабатывать?». Сегодня я провожу его в первый раз. Идея была такова, чтобы рассказать на данном семинаре о эмоциях, мышлении и вообще о происхождении знаний о деньгах. И, собственно говоря, есть очень много проблем, которые мешают достигать успеха на финансовых рынках. Хотелось бы все это проанализировать. Хотелось бы вначале, конечно, увидеть ваши плюсы в чате, для того, чтобы понимать, что вы меня видите и слышите. Итак, вижу, спасибо. И, скажем так, не судите строго, так как я провожу этот семинар в первый раз, а мыслей по поводу психологии, эмоций, мышления и так далее у меня было очень много. И может показаться, что я взял это как бы так вот в кучу и затронул один момент, другой момент. И третий – это очень обширная, так сказать, область знаний, и за час, в течение которого будет проходить наш семинар. И я думаю, что все-все-все абсолютно мы затронуть не сможем. Затронем только какие-то основные моменты, на которые стоит обратить внимание. В конце я сделаю предложение для всех, кто будет смотреть мой семинар и досмотрит его до конца. Предложение я сразу не буду создавать какую-то вот такую интригу. Я предложу вам свою личную консультацию. Для этого просто нужно будет выполнить одно условие, какое я скажу в конце семинара. Вот и все. И в данном случае мы с вами начнем с такого простого момента. У меня я подготовил презентацию, то есть я и буду пользоваться. Это скорее такой план для меня, чтобы я соблюдал, скажем так, нить повествования, не терял ее. И если у вас будут какие-то вопросы, вы можете их писать в чат. Это приветствуется. Приветствуется также то, что, наверное, стоит взять ручку и бумагу, потому что я бы хотел построить семинар как бы несколько интерактивно. И некоторые задания я вам совершенно небольшие буду в процессе семинара давать. Это поможет вам понять себя, понять свое отношение к рынку и, возможно, понять то, что вы делаете не так. Как вы, возможно, себя ведете на рынке и, возможно, это поведение, оно не совсем, скажем так, адекватно каким-то определенным ситуациям, возникающим в процессе самой торговли на финансовых рынках. Итак, я переключаюсь на презентацию. Мой семинар называется «Психология трейдинга. Что вам мешает зарабатывать?» И говорить мы будем сегодня о том, что такое мышление, эмоции, какие проблемы, вероятно, возникают в процессе. Вот я специально не переключаюсь на следующий слайд, поскольку начнем мы с тех вопросов, откуда мы берем знания о деньгах. А на этом слайде как раз находится подсказка. И вот прежде чем я на этот слайд переключусь, я хочу вам задать вопрос, пусть пока на экране ничего не происходит. Значит, вот как вы считаете, откуда мы с вами черпаем знания о деньгах, потому что мы с вами родились, выросли, это уже подсказка, кстати. Вы можете написать свои ответы в чат, и было бы здорово, если вы это сделаете. И следующий, просто первый слайд, на нем будет ответ на этот вопрос, и я не хочу пока на него переключаться. Было бы неплохо, если бы вы на мой вопрос ответили. А то получится так, что я общаюсь сам с собой. Окей, пока ответа нет, ладно, тогда поехали. Итак, знания о деньгах мы берем из своего окружения. И знакомство с деньгами вообще, в принципе, начинается в семье. Я не хочу сейчас заниматься семейной психотерапией, да, потому как цель нашего семинара, в общем-то, не в этом. Но чаще всего мы узнаем об этом от родителей. Родители узнают, соответственно, от своих родителей. И вы можете даже сейчас вспомнить поговорки, которые ваши родители, ваши бабушки и дедушки говорили о деньгах. Вы можете написать так же в чат, наверняка вы знаете, что денег много не бывает и так далее. То есть давайте вот об этом сейчас поговорим. Тема очень важная. Вам может опять же показаться, что это не имеет отношения к торговле, но я неспроста начал вот так издалека. Потому что все ваши результаты, они именно от этого идут. И они завязаны напрямую, связаны с тем, что вы знаете о деньгах. Как вы относитесь к деньгам и, соответственно, деньги любят счет. Есть положительные, есть не совсем положительные утверждения, поговорки и так далее. Ну, смелее. Это, скажем так, мне нужен интерактив. Мне хотелось бы с вами пообщаться, чтобы я не сидел и сам с собой разговаривал. Смотрите, в одном известном тренинге по бизнесу, я не буду называть его название, не буду говорить его название, есть такое понятие, как банка с огурцами. То есть, это некое окружение, в котором происходит ваше развитие. И если это окружение правильное, то есть, если вы хотите научиться торговать, то по большому счету вы должны окружить себя трейдерами. То есть, теми трейдерами, у которых это получается. В данном случае, если вы присутствуете на данном семинаре, по большому счету, вы имеете возможность уже прикоснуться к этому окружению. И, собственно, наше с вами общение, это уже первый шаг в этом направлении. Потому что, скажем так, если вы хотите, в кавычках, быть огурцом, нужно попасть в банку с огурцами. И пропитаться вот этим вот рассолом, как говорится, быть вот в этом окружении, чтобы настраивать себя на успешную торговлю и в процессе общения получать какие-то новые знания, обмениваться опытом и так далее. Чаще всего наше окружение, наши с вами, ну, скажем так, родные, близкие люди, они не всегда этого понимают, это нормально. То есть, к этому нужно нормально относиться. С другой стороны, почему я задал такой вопрос, что говорят чаще всего о деньгах, что копейка рубль бережет, деньги любят счет. Например, эти поговорки, они пришли от бабушек, от дедушек, которые, возможно, пережили какие-то годы лишения, войну и так далее. Это нужно понимать, к этому нужно уважительно относиться, это понятно. Но с другой стороны, сейчас-то другое время. Как говорится, есть такая поговорка, времена не выбирают, продолжение знаете наверняка. Смысл в том, что необходимо поменять вот это отношение к деньгам. На самом деле денег полно, их очень много, и они есть абсолютно везде. Денег нет и так далее. В основном все рассуждают, большинство людей рассуждает именно так, формируя тем самым у себя негативные установки. И, соответственно, когда человек пытается заниматься торговлей, его окружение это воспринимает следующим образом. Для них нет такого понятия, как рисковать деньгами. То есть они, в основном ваше окружение, чаще всего рассуждают таким образом, что деньгами рисковать нельзя, ни в коем случае. То есть если мы собираемся делать что-то новое, открывать какой-то новый бизнес, заниматься трейдингом, как-то развиваться, чаще всего в нашем окружении находятся люди, которые говорят, а зачем тебе это нужно? В этом случае я советую посмотреть в принципе на результаты таких людей по жизни. То есть чего они добились, как они... И тогда уже можно сделать, я думаю, выводы о том, стоит ли прислушиваться к их мнению. Да, его, конечно, слушать можно, но делать необходимо всегда по-своему. По крайней мере, я всегда придерживаюсь такой вот точки зрения. А с другой стороны, наши близкие, они нас очень сильно любят, и они, скажем так, всегда за нас переживают, чтобы мы куда-то не ввязались, чтобы мы не попали в какую-то, в кавычках, секту, да, или чтобы нас, не дай бог, кто-нибудь не обманул. Они всегда лучше нас знают, опять же в кавычках, что нам нужно. И это нужно... к этому нужно относиться спокойно, это нормальное явление. Но, с другой стороны, если мы хотим развития, можно просто избегать тем, подобных тем, и не общаться на подобные темы. Я приведу простой пример. Я никогда со своими родителями стараюсь не говорить о деньгах. Почему? Потому что я обязательно услышу те самые поговорки, которые вы написали в чате. Как только эти негативные установки попадут в мою голову, как вы думаете, повлияет ли это на мои результаты на рынке? Конечно. Причем повлияет негативно. Потому что если я приму их точку зрения, я не смогу открыть даже сделку, я не смогу найти хорошую точку входа в рынок. Это все взаимосвязано. И взаимосвязано очень сильно. И поэтому старайтесь общаться с теми людьми, у которых есть результаты. Да, 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 совершенно верно. Есть и такая поговорка «Деньги любят тишину». Эту поговорку говорит один наш клиент, с которым мы общаемся уже на протяжении, наверное, лет так трех. Ежемесячно мы встречаемся, обсуждаем какие-то рабочие моменты по рынку и так далее. И это вот его любимая поговорка. Я вам скажу, что это очень успешный человек. У него есть собственный бизнес, кроме того, что он занимается трейдингом. И, как говорится, успешный человек успешен во всем. Я, кстати, заметил очень такую интересную тенденцию, что люди, у которых что-то получается в традиционном бизнесе, то есть в реальном секторе экономики, когда они приходят на финансовые рынки, у них тоже есть результаты. Почему так? И у меня есть даже несколько таких примеров среди наших клиентов в Екатеринбурге, с которыми мы достаточно часто общаемся. очень просто. То есть у них уже есть, во-первых, в их голове есть, сами наверняка слышали такую поговорку, что мы есть то, что мы мыслим, или как бы мы есть результат наших мыслей в голове. То есть все очень просто. Позитивные установки дают позитивные результаты, позитивные взгляды на жизнь и так далее. А негативные приводят к соответствующим результатам. Поэтому, ну и есть, конечно, еще одна особенность, это то, что у успешных людей у них всегда есть план, и они ему просто четко следуют. Вот и все. Это вот, пожалуй, вкратце об этом первом моменте, откуда мы берем знания о деньгах и как это влияет на наши результаты на рынке. Если есть вопросы по этому первому слайду, пожалуйста, вы можете задавать их в чат. Если нет, мы идем с вами дальше. И, соответственно, переходим к следующему вопросу. Что знают о себе успешные трейдеры и чему отказываются учиться новички? Я себе делаю пометки, потому что, опять же, я хочу в будущем проводить данный семинар один-два раза в месяц и постоянно его улучшать. Если нужно раскрыть какую-то тему более подробно, то, соответственно, я все ваши пожелания могу учесть с той точки зрения, что вы всегда можете написать мне на адрес электронной почты, потому как в формате семинара сейчас у нас время ограничено. Станислав задает мне вопрос, если есть негативные установки, как от них избавиться? Ну, первое, о чем я уже сказал, я повторюсь, это создавать вокруг себя окружение, потому что есть, как бы, ну, что ли, такой коллективный разум, когда вы находитесь среди людей, которые мыслят позитивно, у которых есть позитивные установки, если этих людей несколько, да, у меня есть как минимум три-четыре человека, с которыми мы общаемся, которые занимаются трейдингом, у которых есть результаты, и нам всегда есть о чем поговорить. вот, и красный человек, да нет, это просто окружение, то есть, как бы, вы и окружение ваше, вот, что на этой картинке. И, собственно говоря, на ваши установки влияет ваше окружение, это связано напрямую. Как избавляться от негативных установок? Во-первых, их нужно выявить, то есть, их нужно выявить и выписать на бумагу, обязательно. То есть, если в вашей голове есть какая-то негативная установка, есть какая-то мысль, выпишите ее на бумагу. Вообще, возможность, точнее, или вот такой прием выносить мысли на бумагу, он очень многое дает, он очень многое меняет, вообще в мышлении, в сознании, в принципе. И, когда вы это пропишите, когда вы просто напишите вот эту фразу, ну, не знаю, какой-нибудь пример, вот там, я боюсь потерять, например, да, попробуйте эту фразу поменять. Допустим, страх рисковать деньгами. Ну, вот я, в принципе, практически прочитал ваши мысли. Там, я боюсь потерять. И перефразируйте эту установку в таком ключе, чтобы в этой фразе не было частицы «не». То есть, вот, если вы напишите «я не боюсь потерять», это будет неправильно. Потому что, ну, есть такой момент, бессознательно оно не знает, что такое «не». То есть, есть, я даже наблюдаю за некоторыми рекламными слоганами, в которых написано, ну, следующее, например, «нам не все равно». Ну, что-нибудь такое, да? Так вот, когда я вижу «нам не все равно», это означает «нам все равно». Потому что бессознательное, оно не знает, что такое «не». Вот, поэтому вы должны перевести, и как бы, само слово, сама вот эта частица «не», она уже отрицательная. То есть, вы должны, например, создать такую, скажем так, ну, что ли, аффирмацию, если хотите, перефразировать таким образом, чтобы не было «не». Сейчас, я сейчас вот постараюсь это сделать. То есть, если вы говорите «я боюсь потерять», опять же, «нет», слово «нет» тоже не должно быть. Если вы пишете «у меня нет там страха перед потерями», допустим, «я успешный трейдер», например, или, то есть, вы уже находитесь в настоящем, во-первых, во-вторых, мы перейдем к этому упражнению чуть попозже, там у меня в планах есть это, во-вторых, вы можете перефразировать так, «я торгую прибыльно», и причем в настоящем это сделать. «Я не хочу торговать прибыльно» или, или там, допустим, если вы хотите торговать прибыльно, «я торгую прибыльно» уже здесь и сейчас. Напишите, попробуйте написать эту фразу раз десять подряд, и понаблюдайте за тем, как будет меняться ваше восприятие, вообще вот, того ощущения, когда вы торгуете прибыльно, когда вы уже прибыльный трейдер. Ну, мы подойдем к этому упражнению чуть попозже, и я думаю, вы поймете, о чем мы будем говорить. Давайте перейдем к следующему слайду, что знают о себе успешные трейдеры и чему отказываются учиться наички. Знаете, такое слово, кто напишет его мне в чат, тут молодец, что нужно оставить у себя и никому не отдавать, или слово на букву «о», что это за слово? Вот Валерий мне пишет, есть другая точка зрения относительно успешного человека и позитивных мыслей. Познавательный фильм Эдди Мерфи поменяться местами, где богачи поменяли местами, да-да-да-да. Совершенно точно нет ни опыта, это неправильно. Есть слово гораздо покруче. Это слово, которое, скажем так, мало кому нравится, но тот, кто это слово принимает, тот становится более свободным и тот становится более, скажем так, зависимым только от себя. То есть, независимым от окружающих. Еще одна попытка. Некоторые думают, что успешность в большинстве случаев зависит от той среды, где они находятся. Да, совершенно верно. Это так и есть. То есть, причем это в разы. Если вы хотите стать успешным трейдером, вам нужно стать, общаться с успешными трейдерами. если вы хотите, если вы хотите, я не знаю, научиться, например, кататься на горных лыжах, вам нужно общаться с теми, у кого это получается. Это слово ответственность. Да, совершенно верно. Успешные трейдеры, они никогда не передают ответственность другому, потому что они принимают эту ответственность и они понимают, что все действия, которые они совершают на рынке, зависят от них. Стоит только передать эту ответственность кому-то другому. Например, вы смотрите телевизор и там или, я не знаю, какой-нибудь аналитический обзор и там или, например, мой аналитический обзор и я там говорю о том, что вот здесь такая-то ситуация и, соответственно, вы принимаете решение, но это решение принимаете вы. Или по-другому это означает, что ответственность она должна оставаться у вас. Поэтому не я буду виноват в том, что если рынок пойдет в другую сторону, вы потеряете. Вы совершили это действие и это исходило исключительно от вас. И вы должны понимать это и должны осознавать, что ответственность это самое важное, с чего нужно начинать. Когда вы ее принимаете на себя, вы понимаете, что у вас есть действия, эти действия приводят к какому-то определенному результату. И эти действия соответственно формируют ваш опыт, формируют ваш торговый результат. Если вы торгуете, получаете положительный результат, вы понимаете, что да, это зависит от вас. и это вы сделали. Это вы сделали так, что вы получили прибыль. Что важнее знать себя или рынок? Вот как вы думаете? Вот на мой взгляд, я порассуждаю на эту тему, очень многое зависит от того, насколько вы будете знать именно себя. Изучать рынок можно годами, десятилетиями, можно пытаться изучать различные теории, пытаться применять их на рынке, но не понимая себя, сложно, очень сложно получать положительные результаты, потому что в какие-то определенные моменты эмоции вас будут переполнять, вы видите, что цена например идет против вас, ваши убытки растут, вы не поставили стоп, вы не соблюдаете свою стратегию, вы не нарушаете правила управления капиталом и так далее, и соответственно вы начинаете вас переполнять страх, вы закрываете сделку, вы фиксируете большой убыток и например разворачиваете позицию и удваиваете лот и в попытке допустим отыграть то, что вы потеряли и в данном случае это означает, что вы далеко не знаете себя, то есть вы уже в азарте находитесь, как изучить себя в торговле, все очень просто, опять же наблюдение и наблюдение во время торговли, то есть возьмите лист бумаги и начинайте наблюдать, то есть все, что с вами происходит, просто выписываете и наблюдайте за особенности, за тем, что вы думаете в процессе, какие мысли у вас возникают, записываете эти мысли, подсчитываете эти мысли, смотрите, как эти мысли влияют на вашу торговлю, потому что дальше мы сейчас рассмотрим вот эту логическую схему, в которой мы скажем о том, как мысль приводит к определенному действию, и вы увидите, что эта цепочка она скажем так, не такая уж и короткая, и с другой стороны, она протекает быстро, то есть практически мгновенно, от какого-то образа к какому-то действию, поэтому только наблюдением, и успешные трейдеры больше всего уделяют внимание именно себе, именно своему поведению на рынке, у них есть какая-то определенная стратегия, определенный подход, в котором они себя совершенствуют, они больше всего наблюдают именно за собой, за своими эмоциями, действиями, и так далее, либо создают торговых роботов для того, чтобы эти все моменты избежать, но там есть свои нюансы, это конечно тема отдельного семинара, так вот, давайте поговорим о мышлении, вот у меня изображена картинка, у меня изображена картинка, соответственно, немного, совсем немного о работе мозга, то есть, вы наверняка знаете, и существует левое и правое полушария, левое это логика, анализ, речь, письмо, восприятие и так далее, и по сути, в левом, если смотреть на мир с позиции левого полушария, то мир ограничен пространством, временем и так далее, правое полушарие это бессознательное и там находится интуиция, фантазия, рисование, изображение и так далее, вообще творческое мышление по большому счету, шестое чувство, интуиция, как хотите это назовите, и соответственно, для правого полушария не существует ограничений пространства и времени, но давайте рассмотрим такой момент, как работает вообще скажем так, как работают наши мысли, мы не можем не мыслить, то есть постоянно в нашей голове рождаются какие-то мысли, эти мысли рождают образы, то есть вы смотрите на график цены, в вашей голове формируется образ, который соответственно переходит в определенную мысль, эта мысль рождает эмоции, то есть вы видите на графике, что цена растет, например, цена растет, в вашей голове это рождает именно вот этот образ и рождает мысль, цена растет, это вызывает у вас эмоции, я сейчас заработаю, и вы уже в эйфории, как бы вы уже находитесь в будущем процессе, того, что еще не произошло в вашей голове, это уже как совершившийся факт и вы совершаете действие, вы совершаете покупку, то есть таким образом вы приняли решение, таким образом принимаются решения на рынке у всех трейдеров, не только у вас, абсолютно все одинаковые, и иногда существуют легенды и мифы о трейдерской психологии, что некоторые трейдеры доходят до того, что возводят как бы психологию трейдинга в какой-то определенный ранг, но он на самом деле ничем не отличается от психологии допустим повара стоящего плиты, который внезапно обжигает палец, все то же самое, мы все реагируем на все одинаково, и рынок вызывает те же самые эмоции и те же самые ощущения, точно так же, как допустим когда вы катаетесь с горы на лыжах например, там тоже есть риски только несколько иные поэтому в вашей голове постоянно существуют мысли то есть вы просыпаетесь утром эти мысли начинают работать это мысль о том что нужно сделать сейчас через минуту как вы будете выходить из дома и так далее к чему я это говорю к тому что одна мысль сменяет другую если вы торгуете вручную если вы торгуете у монитора как только вы смотрите на график достаточно длительное время то есть стоит посмотреть на график больше 10 секунд у вас включаются мысли и эти мысли чаще всего противоречат друг другу так вот по большому счету в левом полушарии оно устроено таким образом что оно отвечает за сохранность жизни то есть и оно не может не генерировать мысли оно постоянно их генерирует но эти мысли не всегда правильные они всегда противоречивые то есть чаще всего они резко сменяют друг друга в зависимости от того что происходит с ценой вот это как некий внутренний цензор который вам говорит вот ты здесь должен купить а здесь ты должен продать а вот сюда лучше было не лезть но он говорит это уже потом когда вы уже находитесь в сделке и цена уже идет против вас чаще всего так и происходит по большому счету торговля из левого полушария она уже обречена на провал потому что вот вредно ли думать думать на самом деле вредно потому что вы начинаете заниматься анализом анализ не приводит ни к чему хорошему кроме того как я имею анализ как мыслительный процесс не как процесс самого анализа а как именно мыслительный процесс когда мысль одна сменяет другую как можно это решить только научив себя воспринимать график целиком то есть без вот вы задаете марат мне правильный вопрос как отключить левое полушарие это можно сделать только лишь тренировками то есть я обычно привожу такой пример вот например вы отдыхаете на природе и вы смотрите допустим как плывут облака по небу они не вызывают у вас каких-то эмоций вы скажем так находитесь в легком таком трансовом состоянии наблюдаете расслабляетесь все хорошо все замечательно и у вас каких-то особых мыслей не возникает попробуйте сделать то же самое с графиком цены то есть просто просто наблюдать попробуйте просто наблюдать то есть представьте что вам не нужно совершать никаких сделок вы просто берете график цены просто наблюдаете за этим графиком соответствующими настройками индикаторами и так далее вот попробуйте делать это постоянно то есть да это конечно смешной сергей на мы сейчас говорим о более губанных способах так вот это всего лишь тренировка натренировать себя можно нужно просто знать все особенности своей торговой системы нужно как бы пытаться видеть это видеть сигнал на протяжении там либо отсутствия этого сигнала то есть по сути вам нужно отвечать на один простой вопрос если у вас есть торговая система в этой торговой системе наверняка есть торговый сигнал то есть этот сигнал либо есть ли боему нет все то есть чем проще подход тему лучше тем продуктивнее потому что он не будет вызывать Можно один раз делать анализ, допустим, если хотите волновую разметку, выключить график и, скажем так, отойти ненадолго от монитора минут на 10-15. Потом снова включить этот график и засечь время. Вам будет достаточно 10 секунд, я вас уверяю, для того, чтобы понять, что на рынке происходит. Потому что через это время включится уже мышление и тогда уже вы начнете рассуждать. Нужно научиться ловить себя на этом. И миф ли интуитивный трейдинг? На самом деле нет. Но интуиция не может быть взята извне. Интуиция может быть основана только на опыте. И, скажем так, у вас уже по большому счету все есть. Важно только научить себя некоторым, скажем так, моментом в правильном поведении на рынке. Идем дальше. А вот теперь вам нужно ответить на вопрос, если бы рынок был животным, то каким? Ну, если кто-то знает, откуда это, но как бы не нужно выдавать всех, скажем так, тайн. Пусть это останется между нами. А не продать ли доллар и иену, откуда и потом поют птицы. Ну да, знаете, есть даже старый трейдерский анекдот. Когда сидят два трейдера, один смотрит в окно и говорит, снег падает, и второй кричит продавай. Ну, вот, акула, кролик, кошка. Ну, некоторые подсказки, они есть уже на слайде, но давайте поиграем в ассоциации. То есть, если бы рынок был каким-то животным, то каким? Вот, для кого-то рынок это акула, для кого-то там тигр, для кого-то кролик, заяц и так далее. Но, по большому счету, вы уже ответив на этот вопрос, можете оценить, как вы оцениваете рынок для себя. Точнее, чем для вас рынок является. Если для вас это какая-то агрессивная среда, то есть, вы называете, что рынок это акула, и вы говорите, что рынок это змея, вы говорите, что рынок, например, это... Ну, в общем, есть, скажем так, агрессивное животное, да, есть неагрессивное животное. Так вот, если рынок для вас является агрессивным животным, то, скорее всего, это для вас агрессивная среда. То есть, это агрессивная среда, в которой вы себя чувствуете неуютно, а вы должны себя чувствовать на рынке, как рыба в воде, вот именно так, то есть, как рыба в воде, именно вот таким образом. И в данном случае, то, что вы пишете, это говорит о чем? Это говорит о том, какое отношение у вас непосредственно к рынку. Постарайтесь научить себя и сделать так, чтобы рынок для вас был, скажем так, родной средой обитания, потому что вы трейдер. На рынке вас ничего не должно удивлять, никогда. Потому что, если у вас на рынке что-то удивляет, допустим, какое-то резкое движение, а вы его не ждали, и это означает, что вы не находитесь в рынке здесь и сейчас. Это означает, что вы ждете одного, происходит другое, а ждать не надо. Об этом отдельно мы поговорим. Определите, какой трейдер живет внутри вас. Вот очень важно понимать, какой вы трейдер. То есть, нужно определить следующий момент. В каком временном интервале, как минимум, вам комфортно торговать. Потому что, если, допустим, мы возьмем, например, даже здесь вопрос не в агрессивности, а в том, насколько вам комфортно, вот в том временном интервале, в котором вы работаете. Ну, среднесрочный. Отлично. Ответы на вопросы тоже приветствуются. А вот есть еще одно упражнение. К нему мы сейчас тоже подойдем. Ну, интересно было бы разобраться вам в самом себе, потому что вы должны понимать, какой вы трейдер и в каком... Ну, это больше, наверное, относится именно к интервалу. В каком временном интервале вам более комфортно. Возможно, это зависит от времени, возможно, еще от чего-то. Но какой вы трейдер, вы должны понимать. Потому что, по большому счету, у вас уже все есть. У вас уже есть прибыль, просто ее нужно взять. Вот я обычно рассуждаю именно так. А вот следующее упражнение заключается в следующем. Оно называется «Вы успешный трейдер». Его нужно сделать следующим образом. Вы должны взять лист бумаги, пишите свое имя и через запятую... Точнее, пишите «Я» свое имя. Там, допустим, «Я Александр-успешный трейдер». Пишите и делайте это 10 раз. То есть, 10 строчек у вас должно быть «Я Александр-успешный трейдер». «Я Александр-успешный трейдер». Естественно, свое имя вы вставляете. Это я говорю про себя сейчас. И попробуйте... Ну, это лучше всего сделать. Потому что пока вы этого не сделаете, вы не поймете, работает это или нет. И как это повлияет на ваше мышление. Как это отразится на ваших ощущениях. Всегда нужно что-то пробовать. Пробовать что-то новое. Вот именно в плане психологии и так далее. Развитие. Вот когда я сделал это упражнение в первый раз, а делал я его не раз, я вам скажу, что ощущения были интересные. С той точки зрения, что это было в тот момент, когда что-то не получалось. Сейчас я начал, скажем так, работать над собой. Вот таким образом. И ощущения были, что это не про меня. Вот это не обо мне сейчас. Внутри было какое-то сопротивление того, что нет, это как бы не обо мне. Вот просто попробуйте сделать. Не нужно думать, зачем, почему, как это повлияет, что это за глупость и так далее. Помните, что левое полушарие, это как раз и есть ваш внутренний цензор, который сейчас вот говорит, что не надо этого делать. Левое полушарие рождает эти мысли для того, чтобы, ну или даже сказать проблемы правильные, для того, чтобы их потом решать. Оно само же их и будет решать, потому что ему надо чем-то заниматься. И вот ощутите себя вот в этом состоянии, что вы уже успешный трейдер в настоящем. Да, тот самый гремлин, вы знаете, откуда это. Поэтому вы должны почувствовать себя в этом состоянии, в том, что вы сейчас уже успешный трейдер, у вас уже все есть. Окей, я надеюсь, вы это сделали. Что это дает? Это дает позитивный настрой уже. И во-вторых, вы уже наверняка почувствовали, если вы это проделали несколько раз, вы уже наверняка почувствовали, как ваши мысли, как ваше мышление влияет на ваши результаты. Особенно негативное мышление, от которого нужно избавляться. Мы идем дальше. Неконтролируемые эмоции. Как остановить себя? В процессе торговли я специально подбирал вот эту информацию таким образом, чтобы не говорить о том, что на рынке есть страх, есть жадность, есть эмоции. Это до того затертая тема, что мне не хотелось ни в коем случае об этом говорить, потому что это можно найти в интернете и без меня. А вот постарайтесь в процессе, вот если вас захлестывают именно эмоции в процессе торговли, вот вы что-то потеряли, например, ну, конечно, надо понимать о том, что такое риск менеджмент и так далее. Это отдельная тема разговора, конечно же. Но тут мы говорим непосредственно об эмоциональной составляющей. Старайтесь быть здесь и сейчас. То есть вы должны находиться в настоящем. Вы должны понимать, что чаще всего рынок – это то, что происходит именно в текущий момент. То есть осознайте себя, верните себя в текущее состояние, отойдите от компьютера в этот момент, когда вас захлестывают эмоции, хотя бы на 10-15 минут. Это то, что нужно сделать. Нужно свои эмоции осознать. То есть если вы ощущаете какой-то страх, вы должны написать «я чувствую страх». То есть или вот в данный момент у меня вот такая эмоция – это страх. Или это агрессия. Или там еще что-то. Что такое важность незнания? Находясь в настоящем, мы должны понимать, что будущего как бы не существует еще, а прошлое как бы уже. Уже прошло. Что такое важность незнания или принцип незнания? Сдавайте себе вопросы. Что произойдет на рынке? Когда вы задаете вопрос в будущем, как бы этот вопрос направлен в будущее, ответ на этот вопрос не знаю. Это самый правильный ответ на любую. Спросите меня о том, что сейчас происходит с какой-либо валютной парой. Естественно, я вам начну давать ответы на этот вопрос, но про себя я говорю, я не знаю, что происходит. Потому что я нахожусь в настоящем. Всегда. Это не подталкивает меня на определенные действия, а подталкивает только лишь к исполнению определенных сигналов для входа в рынок. Делайте противоположное тому, на что вас провоцирует эмоция. То есть, если эта эмоция у вас злость, вы злитесь, подойдите к зеркалу и улыбнитесь. Пусть это будет натянутая улыбка, но вы поймете сразу же, как это вернется. И она будет работать по-другому. Стоит сделать это несколько раз, и эта эмоция потихоньку начнет утихать. И постарайтесь никогда не выплескивать это на окружающих. По той же причине, что вы можете испортить отношения, возможно, можете испортить отношения с близкими людьми. Не стоит этого делать. А потом вы услышите упрек в свой адрес. Это будет уже возвратный момент, что вот ты сидел у компьютера, ты там что-то сделал не так, ты на меня наорал, и в итоге, соответственно, это виноват рынок. Ты занимаешься ерундой и так далее. Поэтому, чтобы вот этого витка не было, постарайтесь на эту тему не общаться с близкими людьми, особенно с теми, кто в рынке не разбирается. Это раз. А во-вторых, не выплескивайте это на окружающих. То есть постарайтесь с этой эмоцией поработать самостоятельно. То есть следующими способами переводите в позитив, то есть противоположную эмоцию, и, соответственно, осознайте эту эмоцию и ощутите именно, какая эмоция вас в данный момент, какую эмоцию в данный момент вы испытываете. Ну, да, там всевозможные манекены для того, чтобы выплеснуть агрессию, там стресс-болы и так далее. Стресс-бол – это такой мяч, который можно сжимать в руке. Или есть такое еще упражнение, для того, чтобы осознать себя или привести себя в состояние здесь-сейчас, нужно отойти от компьютера и резко, ну, скажем так, не резко, а сильно, точнее, правильно сказать, сильно сжать кулаки и резко расслабить. То есть вы уже почувствуете, скажем так, что вы как бы остываете. План как один из способов избежать эмоций и отключить мышление в процессе торговли. Этого не было запланировано в семинаре, но вкратце я об этом расскажу. Все дело в том, что если вы что-то планируете, пусть, да, на рынке могут происходить какие-то непредсказуемые моменты. Может быть, что-то вы не сможете предвидеть или, скажем так, предсказать. Не нужно этого делать, это просто нужно запланировать. И в первую очередь, вот я здесь привел пример, как, вот, скажем так, план для трейдера, это как некий бизнес-план, потому что, по сути, вы же зарабатываете деньги в процессе торговли и это как некий бизнес-план для вас, как для вашего трейдинга. Учтите время, точнее, учитывайте время, которое вы тратите на торговлю. То есть, понятное дело, что рынок открыт круглосуботочно, понятное дело, что на рынке присутствуют там различные движения, которые длятся там не один час и так далее, но время можно спланировать, по большому счету, можно, например, торговать на дневном графике, уделяя рынку там 10-15 минут в день. Можно сделать, создать несколько торговых счетов, на одном вы будете торговать долгосрочно, на другом среднесрочно, там и так далее. Где-то вы будете торговать вообще в течение одного часа. Это уже как бы вопрос развития и вопрос такого взгляда на перспективу. То есть, капитал, вы должны понимать, сколько у вас будет денег на счете, риски, сколько вы рискуете в одной сделке, стратегия, набор правил, по которым вы входите, портфель, это какой портфель, сколько вы торгуете, там торговых инструментов и так далее. Ну и на всякий случай план B. С той точки зрения, что наверняка вы знаете, что нужно вести торговый дневник и так далее. Но в нашем случае это будет еще и дневник успеха. О нем мы чуть попозже поговорим. И постройте план на неделю, постройте план на месяц, постройте план на год, желательно на 5 и даже на 10 лет. Потому как план, он называется, поэтому он называется план. Как бы это ваш некий такой план действий. Да, конечно, в процессе этот план может корректироваться. Это не означает, что он является какой-то константой и вы его никогда не будете менять. Но посмотрите на другую сторону этого всего. Потому что другая сторона – это отсутствие плана. И отсутствие плана – это по сути план провала. То есть план, он будет вас уже как бы дисциплинировать, он будет вам давать возможность понимания того, что вы идете в каком-то определенном русле, в одном направлении, которое вы уже себе задали. в торговле. Ну, это, скажем так, такое лирическое отступление. Несколько вот тем нашего разговора. Вот страхи трейдера и логика в принятии решений. Какие бывают страхи у трейдера? Страх потери денег, страх потери возможностей, страх перед будущим, если, допустим, вы занимаетесь только торговлей и у вас, например, нет какой-то подушки безопасности. О чем мы с вами говорили? О том, что большинство трейдеров на рынке принимают решение следующим образом. Находясь в настоящем, планируют, скажем так, куда цена пойдет в будущем, основывая это на прошлом. Но мало кто находится здесь. Мало кто находится здесь. В настоящем. Большинство находится уже в будущем. Как бы, вот цена, и вы уже строите прогнозы, скажем так, цена пойдет сюда, пойдет сюда, или пойдет сюда, да? Или вообще вот так как-то будет двигаться. Этого делать не нужно. Потому что ваше мышление, опять же, будет находиться вот здесь. И ваше мышление будет далеко от того, что происходит на рынке в текущий момент. Как минимум в последнем, если хотите, импульсе. Поэтому нужно научить себя тому, чтобы не проектировать, как бы, вот это вот движение цены. Это очень важный момент. Потому что большинство методик, особенно классических, анализа рынка, она основана на этом. То есть давайте вот построим там точки, куда может прийти цена, там целевые точки, целевые зоны, там и так далее. Нужно постараться определять только по факту. То есть если по факту мы видим цену в какой-то целевой зоне, мы можем отсюда рассматривать сигналы, еще не сделки, а всего лишь сигналы. Куда-то на покупку, там на продажу и так далее. То есть постарайтесь быть настоящим. И как сказал один достаточно возможно, известный трейдер для вас, опять же Джоди Наполи, лучше упустить возможность, чем потерять капитал. Возможностей на рынке много. А совершив сделку неправильную, скажем так, которая будет выбиваться из вашей привычной торговой системы или из ваших правил торговли, этот убыток нужно еще покрыть. Вот. Поэтому, чтобы дальше уже начать зарабатывать. Поэтому лучше какую-то возможность для входа в рынок, если вам не позволяет, например, время зайти туда, если еще что-то не сходится, лучше эту возможность упустить и, соответственно, не потерять капитал в этот момент, если вы, допустим, можете быть чем-то заняты, если вас кто-то отвлекает и так далее. Вот. Есть вопрос. Так. Есть ли отличие писать ручкой или набирать в Word? Да, отличие есть. Дело в том, что когда вы пишете рукой, ручкой на бумаге, то дело в том, что работают несколько другие, скажем так, процессы. То есть вы, во-первых, совершаете как бы такое несколько иное моторное действие, то есть вам как бы приходится выписывать буквы, что ли, вот так. А когда вы пишете на клавиатуре, это воспринимается совершенно по-другому. И когда вы пишете рукой, это, скажем так, более такой живой процесс. Его можно даже анализировать, потому как не зря существует графология и так далее. И по почерку можно определять, например, какие-то эмоции, поведение человека и так далее. Ну да, и развитие мелкой моторики. Ну да, в наше время, когда вот в основном существует компьютер, и многие привыкли уже... Не удивляйтесь тому, что сейчас на этом слайде. Просто, опять же, это работа вашего левого полушария. Это не означает, что на трейдинге жизнь должна, как говорится, как эта поговорка-то, свет клином не сходится. Поэтому, чтобы получать результат в торговле, нужно, соответственно, развиваться и в других сферах. Обязательно. Вот. Поэтому упражнения для работы с мышлением, но это утренние страницы, это, мне кажется, уже классика. Если кто не знает, я обязательно расскажу о том, что это такое. Утром, когда вы просыпаетесь, и, соответственно, вы находитесь чаще всего в достаточно спокойном состоянии, вы берете и списываете лист бумаги, вообще не важно, что вам приходит в голову, важно, что вы пишете, важен сам процесс. Попробуйте. Это интересный опыт, по крайней мере, вот я сейчас это не делаю, но раньше, да, я через это проходил, то есть, вы знаете, это очищает сознание. Вот. Казалось бы, это не связано с торговлей, и вот здесь у вас возникает такой вопрос, а зачем мне это делать, как это повлияет на мои результаты. Пока вы этого не сделаете, вы этого не поймете. Поэтому к результатам приводят какие-то действия, а не размышления над этими действиями. И если вы будете думать о том, а зачем мне это надо, ну, это означает, что, опять же, вы погрязнете просто в своих мыслях. Вас задавит вот этот мыслительный процесс и генерация мыслей левым полушарием. Вот. Постарайтесь выписывать все свои успешные сделки в какой-то отдельный дневник. Я не знаю, вы можете прямо делать скриншоты, то есть, скриншоты сделок, и вы можете эти сделки делить. Лучше их распечатывать. То есть, распечатывать, можно хранить в электронном виде, можно распечатывать. Это как некий такой дневник успеха. Медитация, почему бы и да, почему бы и да, кстати. Вопрос здесь в чем? Что такое медитация? По сути, это процесс, когда вы концентрируетесь на своем теле. То есть, вы можете просто сесть, закрыть глаза, включить, можно включить какую-то спокойную музыку, и сконцентрироваться на ощущениях в своем теле. То есть, как бы сознание направить внутрь себя. Ну и, соответственно, для этого достаточно 10-15 минут. Для того, чтобы снять какие-то, какое-то напряжение в теле, стресс, какой-то, да, поработать с этим, потому что трейдинг, так или иначе, он вызывает стресс. Потому что, сидя за компьютером час, два, три, вы уже начинаете переторговывать. Кстати, я уже в процессе рассказа только об этом вспомнил. Есть такой момент. Я не советую переторговывать, и поэтому вот в том слайде, где мы говорили с вами о времени, время имеется в виду в этом ключе, что вы, скажем так, сидите за компьютером долго, сознание уже забито информацией. Это вот как мышца, которую вы, например, качаете бицепс в зале, и через какой-то момент он уже забивается, наливается кровью, забивается всё. Точно так же практически забивается сознание. То есть, не зря говорят о том, что сознание или в принципе мозг нужно тренировать. То есть, там различными способами, там больше читать, например, ещё что-то. Вот. Но, во всяком случае, эта тренировка, она происходит практически аналогично, как происходит тренировка мышц. За исключением того, что там мы поднимаем груз, а тут мы точнее вес, тренируем себя каким-то другим способом. И я несколько потерял мысль. Можно попробовать йогу. Кстати, очень хорошо снимает стресс. Можно попробовать читать книги. Если вы уже читаете, это круто на самом деле. потому что я себя скажем так поймал на том, что мне нравится читать художественную литературу. И это отвлекает от торговли, это отвлекает от рынка. Причём очень хорошо. Когда мы начинаем читать книги о трейдинге, то есть, мы находимся в одном и том же. Попробуйте читать что-то другое. То есть, вот недавно я прочитал «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. Классная книга, мне понравилась. Это практически классика. И я поймал себя на том, что это меня отвлекает от рынка, это меня отвлекает от работы и так далее. Это очень хорошо помогает вообще отвлечься от ну, скажем так, от вообще суеты. а суеты на рынке тем более быть не должно. Ну, про спорт и хобби я лично про свои, наверное, рассказывать не буду, но вкратце, если кто знает и подписан на меня ВКонтакте, я люблю кататься на горных лыжах зимой. Вот. И это на самом деле тоже такое переключение. Хобби советую что-то делать руками, то есть какие-то что-то мастерить, потому что есть трейдеры, которые любят это делать, например, если знаете такого достаточно известного трейдера Эд Сейкота, он любит что-то мастерить в гараже, если я не ошибаюсь. О нем написано в книге Майкла Коуэлла биржевая торговля по тренду, то есть что-то делать руками это очень классно отключает голову. Вообще просто здорово. вот да, трейдер барабанщик, но от Сейкота по-моему он играет на гитаре или на каких-то струнных инструментах. поиграть в танчики как вы написали это не есть хорошо потому что вы опять же с компьютером и лучше от компьютера тоже отдыхать потому что всевозможные вот если вы заметили наверное появление всевозможных гаджетов там смартфонов планшетов компьютеров это вызывает привыкание то есть вы постоянно находитесь в контакте с техникой лучше всего проводить какое-то время на природе отдыхая то есть можно бегать по вечерам например вот завести себе какое-то хобби например которое требует именно вот что-то делать руками вот пожалуй у меня все пожелания и я вот несколько не слежу за временем но мои пожелания будут следующими давайте еще 2 минуты и далее у меня будет к вам предложение начинайте действовать прямо сейчас то есть действие это всегда равно результат естественно без действия результат будет отсутствовать доводите начатое до логического завершения если вы что-то начинаете вот вы начали учиться торговле на финансовых рынках через месяц вас то уже как говорится задолбало и все то есть вы на этом останавливаетесь но поймите что те кто начал и стал успешным трейдером это такой же человек как вы он ничем от вас не отличался он просто не останавливался не откладывайте на потом лучший день он всегда сегодня то есть если вы что-то хотите изучить начинайте прямо сейчас всегда развивайтесь то есть читайте книги находите новую информацию общайтесь с новыми людьми формируйте правильное окружение работайте со своим мышлением со своими эмоциями введите дневник успеха выписывайте все свои эмоции работайте с ними а теперь пожалуйста про план что туда писать Валерий к сожалению про план я сегодня не планировал рассказывать как-то самбурно так получилось но давайте в другой раз и с вами прощаюсь жду ваших сообщений со мной также можно связаться по адресу который будет сейчас на экране если вдруг какие-то вопросы у вас появятся остались возможно завтра мы с вами встречаемся на краткосрочном анализе на краткосрочном волновом анализе валютных пар золота в 9 часов по московскому времени я буду очень рад если сегодняшний семинар был вам полезен желаю вам успехов и до новых встреч до свидания и